С началом специальной военной операции для многих стало очень важным оказать помощь тем, кто на передовой защищает безопасность нашей страны. Активисты стали объединяться в общественные организации, организовывать пункты сбора, куда неравнодушные люди могут принести продукты, одежду, медикаменты. Кто и как помогает военным, а главное, как к этой помощи присоединиться, об этом сегодня наша прямая линия. А ее гостем стала заместитель руководителя благотворительного фонда «Близкие люди» Елена Гарайна. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. А я напоминаю, что у вас есть возможность позвонить к нам в студию и задать вопрос. Телефон сейчас появится на вашем экране. Я предлагаю начать с вопроса социальных сетей. Эти вопросы для нашего эфира отбирал Центр управления регионом. И первый вопрос касается гуманитарной помощи. Собираем гуманитарную помощь всей областью. Доходит ли она до ребят? Кто это контролирует и как она попадает в части? Ну, сейчас ситуация коренным образом изменилась по сравнению с тем, что было в самом начале. Но в самом начале, конечно, была некая растерянность, может быть, где-то не какая-то неслаженность, отсутствие координации. Но сейчас вот уже прошел год, больше года. И сейчас, конечно, у нас уже прямо налицо четкость работы. Вот даже у нас некоммерческая организация, и то у нас все четко. У нас расписаны отгрузки на несколько недель вперед. Мы знаем, в какой полк что мы повезем. У нас есть подтвержденные заявки от руководства, от командиров полков. Мы знаем, какая необходимость возникает в том или ином подразделении. Поэтому все заявки формируются осмысленно уже. То есть нет какого-то, скажем так, неопределенности или какого-то беспорядка. Все четко. Сейчас уже все четко. Ну, и каждый выезд, соответственно, от вас едет какой-то представитель туда, который на месте сопровождает, за всем следит. Ну, мы это называем волонтер. У нас водители все замечательные абсолютно. Они все добровольцы, скажем так. Они, видите, в мирной жизни можно быть добровольцем. Они все где-то работают. И в свободное от работы время порой подчас на собственные средства предлагают нам такую услугу доставить груз для ребят. Ну, понимая, как это важно. Обязательно едет волонтер, кто сопровождает груз. Ну, вообще это всегда желательно, если один или два. Ну, редко бывает так, что водитель едет один. Это, ну, это как бы дорога тяжелая, поэтому не очень как бы это приветствуется. Да, обязательно едет человек, который сопровождает груз, который знает, что мы везем, у которого есть документы. Мы выписываем от фонда сопроводительные документы, где перечисляем, что туда, что загрузили в машину. Это и потому, что нас проверяют. Есть еще пункт пограничный в Валуйках. И там обязательно смотрят, что именно провозят даже волонтеры, даже благотворительные фонды. Все равно все обязательно досматривается. Долго, тщательно, в общем, по-серьезному все. Ну, я знаю, что вы и сами выезжали. Вот расскажите о тех эмоциях, которые вы испытали, может быть, первый раз, наверное, да, самый такой запоминающийся был. Что чувствуете сейчас, когда находитесь там? Чувствую, если честно, чувство огромной благодарности руководству нашей страны, что мы живем с вами, не сильно ощущая, что на самом деле происходит. Мы с вами все равно еще живем в мире. Мы ходим с вами в кино, мы сходим с вами в кафе, мы ходим с вами на работу. Мы не просыпаемся под звуки взрывов или стрельбы, да. Мы в этом должны благодарить, скажем так, наше государство, которое нас от этого защищает. Первое ощущение от того, когда пересекаешь границу, ну, как бы такую, да, оказываешься в зоне военных действий, это ощущение реальности событий. То, чего мы здесь не ощущаем. От того, что это действительно есть, это война, это специальная военная операция, но она, естественно, военная. И там совсем все по-другому. По-другому время, по-другому отношения между людьми. Плечо, братство, поддержка, надежность. Вот это прямо витает в воздухе. Это очень заметно. Другие люди, другие глаза. И, ну, другое доверие, другая надежность. Чистая, настоящая. Вот расскажите, что сейчас необходимо нашим бойцам? Что в первую очередь туда сейчас везется? Ну, если из актуального, сейчас там плюс. Температура уже прям весенняя. То есть там очень много осадков, очень много влаги. Земля там тяжелая, чернозем, поэтому влага уходит плохо. Она стоит, и у ребят в окопах вода. Ребятам нужны резиновые сапоги, пенки, так мы их называем. Пока еще не ботинки. Пока еще вот сапоги. И очень нужно много пленки, а еще лучше ПВХ. Я вот обращаюсь к главам муниципалитетов. Часто звоню, прошу, чтобы, если есть какие-то баннеры, БУ, которые уже были использованы, не нужны, они сейчас очень помогают, потому что все-таки пленка, мы знаем, что она, ну, скажем так, не очень надежный материал, рвется, баннеры ПВХ служат дольше. Они ребят очень выручают. У нас есть вопрос, который в социальных сетях пришел от жительницы Вязниковского района. Видела по ТВ, что плетут сети, делают свечи. Как узнать, что делается конкретно в нашем районе, ну, то есть в Вязниковском? Я знаю, что в Вязниках есть такое движение, тоже волонтерское, оно называется «Своих не бросаем». Там плетут сети, вообще сети много, действительно, она права, где плетут почти в каждом районе, в Суздальском, в Радожном. Ну, видимо, это очень необходимая вещь. Это необходимо, и это то, что почти все могут к этому подключиться и это делать. Потому что закупать что-то для фронта, это, ну, скажем так, для многих затруднительно финансово. Да, мы же знаем, что это сложно, это дорогостоящее. Вот мы, например, очень часто в своих соцсетях публикуем, что нам нужны инструменты, нам нужны генераторы, нам нужны какие-то, ну, если я буду говорить про сложные вещи, такие как квадрокоптеры или тепловизоры, то это вообще очень дорогостоящее. Это, скорее всего, заявка бизнесу. А простым людям тоже хочется участвовать. Это очень важно, чтобы они участвовали и поддерживали. Поэтому вот вклад в изготовление свечей или плетение сетей – это посильный вклад, это здорово, это нужно и это важно. То есть вот это самое актуальное из того, что можно сделать сейчас своими руками, да? Ну, скажем так, это актуально. Не самое, но актуально, потому что это всегда востребовано, это всегда нужно. Маскировочные сети. Зимой они были белые, сейчас они нужны зеленые. Зеленого цвета, естественно, потому что еще совсем немного в апрель месяце будет зеленка там. Поэтому это важно. Ну, многие люди, опять же, про помощь своими руками, да, объединяются в какие-то группы, кто-то там индивидуально вяжут теплые носки, перчатки, еще какие-то изделия для бойцов. Вот у нас тоже люди спрашивают, куда эти изделия можно передать? Ну, знаете, сейчас уже, наверное, я бы очень попросила похоронить их. Я очень надеюсь, что они, наверное, не пригодятся. Я очень надеюсь, чтобы в следующую зиму, наверное, внуки или дети носили их дома во дворе или когда прогулки какие-то. Очень бы хотелось в это верить. Но сейчас немножко, я говорю, Украина – это другой климат, чуть-чуть теплее. Поэтому уже теплые носочки и теплые перчатки уже не так актуальны. Недавно в нашем эфире был марафон, который называется «Все для победы» совместно с Общероссийским народным фронтом проводился он. Вот скажите, много ли средств в результате этого марафона удалось собрать, насколько большой отклик был? Я думаю, что люди откликнулись очень хорошо. Но я пока шел марафон, я следила за этой ситуацией. Итоговую цифру я не знаю, но я думаю, что каждому, кому интересно, можно зайти на сайт Общероссийского народного фронта, там все очень прозрачно, все открыто, любые данные можно посмотреть, что на них было приобретено, куда отправлено. Я думаю, тоже на сайте это все можно узнать. В каждом регионе есть отделение Общероссийского народного фронта, люди знают телефоны, можно позвонить, поинтересоваться. Я думаю, эта информация абсолютно доступна, открыта. А вы с ними сотрудничаете? Обязательно, конечно. Ну, то, что Общероссийский народный фронт помогает, это однозначно. То, что у нас давнее сотрудничество, это, ну, скажем так, только в плюс всем, потому что иногда мы отправляем машину и забираем груз, который подготовил Общероссийский народный фронт. Иногда они отправляют, забирают наш груз. Поэтому у нас идет тесное взаимодействие не только с Общероссийским народным фронтом. Почти все отделения партии «Единой России» по всей нашей области собирают гуманитарные грузы. И нам тоже, когда узнают, что мы отгружаем, они нам привозят, чтобы мы полную машину отправили. Чтобы помимо каких-то личных посылок, частных, еще была общая гуманитарная помощь. Ну, в связи, наверное, со специальной военной операцией тоже, очень много появляется новых общественных организаций, направленных на помощь, на поддержку. Вот одна из них – Комитет семей воинов Отечества. Вот работаете ли вы с этой организацией? Может быть, как-то расскажете о сотрудничестве тоже. Да, эта организация, в общем-то, создана своевременно очень. Конечно, она нужна. Что такое семьи воинов Отечества? Это те семьи, которые живут с нами рядом. Если мы до ребят, которые сейчас в зоне СВО, не всегда можем доехать, дотянуться, и со связью там не всегда удачно, да, получается, созвониться там, когда нам это нужно, или когда мы хотим узнать там какую-то информацию, то близкие люди, жены, сестры, матери, они информацией владеют в большей степени. Поэтому мы, конечно, с ними сотрудничаем для того, чтобы понимать вот то, что вы спросили, актуальность, что нужно. Для нас это важно, потому что, ну, жена, конечно, может собрать своему мужу на фронт какую-то личную посылку, да, то есть он ее может о чем-то попросить. А нам важно знать, а что еще нужно для всех. Вот так мы узнаем, например, что строительные материалы сейчас очень актуальны. Гвозди, молотки, всегда генераторы, вот я даже как-то спросила, а почему генераторы, у нас всегда генераторы стоят на повестке дня. Но оказывается, что когда идет обстрел, генератор же он стоит вне, лентажа вне, где-то вдалеке, он же, его задача обеспечивать электроэнергией, поэтому если какие-то обстрелы, то люди укрываются, бойцы наши, а генераторы, естественно, страдают, их повреждают и осколки. Вот, поэтому, конечно, это такая позиция, которая актуальна всегда. Вопросы социальных сетей. Слышала, что в нашем регионе хотят открыть реабилитационные центры для участников спецоперации. Что это за центры? Они только для владимирских ребят или со всей страны? Ну, я не думаю, что мы сможем, скажем так, такой объем осилить, как со всей страны. Все-таки нужно понимать масштабы этого всего. Если мы будем помогать нашим ребятам, нашего региона, это уже будет огромное, большое, нужное, важное дело. Да, центр такой готовится к открытию. Я не знаю точной даты, но знаю сто процентов, что он очень нужен, очень важен, и эта тема, ну, скажем так, максимально актуальна и востребована. А что конкретно, какая реабилитация там планируется? Ну, я думаю, что это должна быть социальная реабилитация. С медицинской реабилитацией у нас все более-менее понятно. То есть мы знаем, что есть возможность получить протезирование, если что-то случилось, да, восстановление здоровья, если оно было подорвано каким-то образом. То, что касается социальной реабилитации, вот здесь наша, скажем так, мы делаем шаги такие очень важные, нужные, но эти шаги для нас, скажем так, новые, потому что это социально-психологическая реабилитация, где нужно работать с постстрессовым, скажем так, периодом, да, когда после перенесенной боевой травмы, а боевая травма – это не всегда травма, полученная в бою непосредственно, это травма от нахождения в боевых условиях, военных условиях, да. Если мы говорим про ребят мобилизованных, то большинство из них были гражданские люди, и когда их призвали, они еще были, скажем так, в домашней обстановке, это не кадровые военные, поэтому нахождение в окопах и нахождение в военной обстановке достаточно суровой, конечно, это боевая травма. И последствия, устранение последствий боевой травмы, наверное, вот этим должен заниматься социально-реабилитационный центр, ну и, конечно, помощь, ну, скажем так, в привыкании к мирной жизни для тех, кто, для кого война закончилась, кто, может быть, ну, по состоянию здоровья комиссован, да. Это мы сейчас, на сегодняшний момент так говорим. Когда закончатся военные действия, то участники, даже те, кто не получил ранения, да, слава богу, остался здоров, я думаю, для них тоже нужна будет вот такая перенастройка на мирную жизнь, принятие ее, понимание того, что, в общем-то, произошло с ними и в военном действии. То есть, вот, скажем так, адаптация, это тоже очень важная вещь, это, ну, это важно. Расскажите немножко о деятельности фонда, вот, какие у вас проекты еще в поддержке существуют? Сейчас, ну, и президент наш говорил о том, что семьи не должны остаться без внимания. Слава богу, у нас в регионе очень хорошо поставлена эта работа. У нас на каждую семью есть социальный паспорт, где сотрудники Министерства социальной защиты знают почти, ну, все до тонкости состав семьи, сколько детей, какого возраста, какая нуждаемость, в чем нуждаемость. И вот этот социальный паспорт позволяет вовремя, своевременно оказывать помощь. Мы, как фонд, всегда говорим, что мы, ваш ресурс, мы ваши руки, мы ваши ноги, если нужно что-то довести, потому что, ну, нагрузка на социальных работников и так немалая. Если нужно в какой-то отдаленный населенный пункт отвезти гуманитарную помощь, помочь чем-то. Если женщина осталась одна с детьми, нужны какие-то мужские даже руки поправить что-то, починить, отремонтировать. У нас в фонде очень много ребят-волонтеров. У нас, нам помогает волонтерская рота, нам помогают ребята-участники боевого братства. То есть они понимают важность, они не оставят никогда. Ну, а наш фонд, он, как, знаете, ресурсный такой. У нас есть продукты, у нас есть бытовая химия, у нас даже есть детское питание. То есть если что-то нужно, ну, мы всегда помогали беженцам, которые приезжали к нам в регионы, размещались в ПВР. Мы оказывали поддержку, у нас и сейчас есть чем помочь. Если в семье родился ребенок, у нас есть, какую оказать поддержку, у нас практически все есть. И мы такой, как бы, ресурс, именно поддерживающий. Ну, когда все началось, да, когда мобилизованные отправлялись в зону военных действий, очень много было переживаний у семей, разных вопросов, ну, много всего. Вот в каком состоянии сейчас находятся родственники? Ну, здесь даже гадать не надо. Мы понимаем, да, что это напряжение, это тревога, это постоянные переживания. И даже у нас в фонде работают девочки, они как раз жены мобилизованных. Я по их состоянию вижу, что даже когда они улыбаются, даже когда они отвлекаются на работу, когда они формируют грузы, помогают, когда они занимаются какой-то работой, мы даже проводим мастер-классы с детьми семей мобилизованных, и когда они в них участвуют, я все равно вижу, что внутреннее, ну, напряжение не отпускает. Они как бы могут улыбаться, могут даже где-то пошутить, но по глазам все равно видно, что вот эта тревога, ожидание звонка, и такая, ну, я, наверное, скажу, это невысокая такая фраза, это вот то, что я вижу, это какая-то внутренняя молитва всегда за близкого, поэтому это есть, это всегда есть. Ну, тяжело сейчас еще и тем, кто приехал оттуда, да, кто начинает новую мирную жизнь здесь сейчас у нас. Вот вы сказали, что переселенцам вы тоже помогаете, вот немножко подробнее об этой работе. Знаете, переселенцам в большей степени все-таки помогают те социальные, скажем так, льготы и те социальные, та социальная помощь, которая уже разработана. То есть у них есть возможность, где жить, ну, пусть это пункты временного размещения, но никто не ограничивает их в этом времени. Есть всегда возможность осмотреться, оглядеться, устроиться на работу, найти себе что-то лучшее. Если есть заработок, можно снять квартиру. Ну, все-таки у нас не московские расценки там, да, на квартиры, это тоже доступно все. Соответственно, те, кто хочет найти себя, те, кто принял ситуацию, те, кто принял нашу помощь, они всегда найдут себя в этой жизни, те, кто не определился, те, кто еще ждет возвращения или те, кто находится в напряжении. Ну, с такими работают и психологи, и социальные работники. Но чем мы можем помочь? Мы на первом этапе очень много от себя делали, там, и, естественно, и вода, потому что пить хотели, вы помните, эти беженцы, которые были из Мариуполя, да, потом вещи какие-то, продукты, памперсы, детское питание. То сейчас это, наверное, такие вещи дорогостоящие, потому что если даже семья устраивается на работу, то такие, допустим, расходные, когда ребенок маленький, такие, как памперсы и детское питание, это всегда дорого, поэтому мы всегда рады помочь. Если нам звонят и обращаются, можете, мы стараемся всегда. Ну, и есть, конечно, пожилые люди, которые очень тяжело перенесли, естественно, стресс, и есть больные люди, там, памперсы для взрослых и средства по уходу. Мы всегда делимся, то есть, ну, скажем так, это наша такая миссия, мы это выполняем. А если люди хотят, например, чем-то помочь именно вот переселенцам, где информацию вот эту искать, что конкретно, допустим, этим людям нужно, как им можно помочь? Если именно переселенцы интересуют, то я думаю, что, ну, например, у нас в городе Владимире почти все знают пункты временного размещения, где они находятся. Они могут позвонить в Министерство социальной защиты населения, им всегда скажут, что надо. Они могут прийти к нам в фонд, могут что-то для переселенцев именно передать. И есть такие люди, да, которые глубоко переживают и до сих пор приносят нам и делятся из других городов, приезжают те же памперсы. Вот буквально в понедельник нам привезли и взрослые, и детские. Поэтому всегда, если человек хочет помочь, он найдет выход. Ну, если не хочет, то дойдет причину не помогать. Если хочет, то выход найдет. Ну вот на ваш взгляд, как проходит адаптация, насколько быстро у этих людей? То есть действительно можно сказать, что они... Мне кажется, что она уже давно прошла. Мне кажется, что те, кто хотел принять ситуацию, он ее принял уже и сумел адаптироваться. Те, кто, ну, находится в каком-то таком зажатом состоянии, в каком-то ступоре, ну, значит, у людей просто другие планы. Значит, они не собираются в этом оставаться здесь. Они, может быть, ищут родственников, хотят уехать. Ну, в этом им точно никто не препятствует. Вы возглавляете центр реабилитации «Пересвет». Вот расскажите, для кого создан этот центр и как туда попадают люди? Ну, я не возглавляю. Я также заместитель, руководитель в этой организации. И также помогаю только. У меня такая вспомогательная функция. Это центр, который помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы, в принципе, ну, не отказываем никому. У нас есть, конечно, такая некая своя специфика. У нас есть сотрудники, которые умеют работать с зависимостью. С алкогольной, с наркотической зависимостью. Умеют работать с молодежью. Есть определенные методики. И мы тратим достаточно серьезные средства каждый год на переобучение, получение новых каких-то знаний, переподготовки. Поэтому в этом плане мы можем помочь. Если к нам будут обращаться люди с этой проблемой, мы, скажем так, я считаю, что мы очень в этом поможем, посодействуем. Но если есть люди, которым, вот как мы с вами говорили, нужно адаптироваться здесь и сейчас, просто, скажем так, перенастроить внутренние какие-то ресурсы, чтобы снова войти в жизнь, как мы говорим, чтобы дальше была социальная адаптация, то этот наш центр никогда не откажет, откроет двери и поможет. То есть мы берем даже очень таких пожилых людей, у которых, может быть, давно уже в жизни что-то пошло не так, и они уже как-то даже смирились с той ситуацией, которая у них есть. Мы все равно стараемся помочь. Мы все равно надеемся, что они смогут стать самостоятельными, войти в эту жизнь и еще быть ресурсными. А как много вот успешных примеров вот этой помощи и, может быть, какими-то конкретными историями поделитесь интересными, и на ваш взгляд. Вы знаете, мы с самого начала, когда мы начали работать, мы вели журналы учетов, да, то есть мы, во-первых, ведем учет тех, кто к нам приходит, приезжает на реабилитацию, и те, которые у нас уходят, закончив курс, мы в течение года, двух, трех отслеживаем их судьбу и всегда радуемся их успехам, и, в общем-то, огорчаемся, когда что-то получается не так. Каждую, поверьте, судьбу воспринимаем. Если что-то не получилось у человека, для нас это какая-то личная наша такая, наш проигрыш, что ли, какая-то наша неудача, над которой надо работать. Я хочу сказать, что у нас очень высокий процент. Мы сотрудничаем с такими же организациями в России. Мы знаем Центральный координационный центр, который находится в Москве. Он имеет информацию обо всех центрах в России. Мы очень часто встречаемся, у нас разные семинары проходят. Ближайший семинар будет 24 марта, у нас сотрудник туда едет. И мы там общаемся, мы знаем, что у нас очень хороший, высокий процент успешной практики. Ну, что сказать, например, о каких-то положительных моментах. У нас сейчас, ну, скажем так, очень серьезная часть сотрудников, которые пришли в наш центр в качестве людей, которым нужна была помощь. То есть это были ребята молодые, которые где-то запутались, где-то пошли не по тому пути, никто им не подсказал, или это была какая-то их, может быть, судьба, может быть, характер. Не будем сейчас об этом. Но самое главное, что они успешно прошли реабилитацию, и в конце, когда нам нужно было уже прощаться, они сказали, а мы хотим работать с вами, можно? Но у нас очень такой длительный период волонтерства, когда нужно работать просто за, скажем так, с горящими глазами, за идею помочь другому. Это такое должно быть желание отдать. Отдать то, что в тебя вложили. Любовь, внимание, заботу, средства, усилия. И после прохождения вот этого курса волонтерства, мы еще раз спрашиваем, ну, то есть какие намерения? И если получаем положительный ответ, вот это победа. И таких побед у нас, ну, с каждым годом все больше. Ребят, которые остаются с нами. Мы сразу тогда, ну, прорабатываем программу их обучения. У нас все наши мальчики, которые вот остались, они все поступили в этом году в институт. И, насколько я знаю, успешно учатся, сдают. И институты государственные. Специальность выбирают социальный работник или психолог, социальный психолог. То есть это радостно. Это здорово. Ну, помощь нужна всем. Даже волонтерам, добровольцам, тем, кто помогает другим людям. Вот скажите благотворительному фонду, какая помощь нужна? Нуждаетесь ли вы в волонтерах или в чем-то еще? В волонтерах нуждаемся всегда. Потому что поездки стали частыми. Поездки стали каждую практически неделю. Потому что наши ребята, если сначала уходили, они были как-то сконцентрированы, было два полка. То сейчас они по разным полкам, разные направления у них. И поэтому разные потребности. И нельзя сказать, что вот мы сегодня привезли на этой неделе, мы их обеспечили, ну все, тогда можем месяц или сколько-то не приезжать. Мы должны понимать, что это все расходные материалы. Они быстро изнашиваются, быстро расходуются. Но, к сожалению, такая специфика вот этих военных действий. Здесь как бы все горит. Поэтому всегда нужны руки волонтерские. И мы планируем, вот буквально при поддержке Министерства внутренней политики, у нас есть ресурсный центр, который поможет нам буквально на этой неделе. Мы будем проводить верификацию нашей организации, которая позволит добавлять волонтерам баллы. То есть мы их будем... То есть они будут регистрироваться на сайте Добро.ру. Они будут получать свой IT-номер. А мы будем их брать в учет, как бы в помощь. Их работа будет... Ну понятно, что она волонтерская, но она будет, скажем так, потом впоследствии иметь, ну скажем так, положительные результаты. Потому что многие молодежь, студенты, они планируют поступать в ВУЗы. Что-то в ВУЗы будут какие-то преимущества, да? Да. А для того, чтобы поступить на бюджет, для того, чтобы поступить на бесплатное обучение, необходимы будут дополнительные баллы. Вот эти баллы и дает именно волонтерство. Поэтому мы всех молодых людей приглашаем, кто особенно планирует поступать в такие сложные, как медицинский институт там какой-то, да? У нас очень много помощи для госпиталей, которые, скажем так, сейчас уже двигаются в сторону передовой. Поэтому это очень такая серьезная работа помогать им, важная работа. Если эти ребята, которые планируют свою жизнь дальше связать с медициной, будут приходить и помогать нам, во-первых, у нас для них найдется работа, во-вторых, мы сможем помочь им потом в дальнейшем. При поступлении это будет в плюсы. Но это мы сейчас про молодежь говорим. А вот люди там, кто постарше? Приходят люди постарше. Приходят люди постарше, они приносят нам баночки для блиндажных свечей. Многие делают их сами. Приходят люди просто что-то помочь перебрать, разобрать. Мы не отказываемся ни от какой помощи, но если это молодой человек, мы ему даем работу потяжелее, посылки нелегкие, поэтому девочки наши тоже устали, это все они хрупкие у нас. Для мальчиков есть работа, а для людей в возрасте всегда есть возможность реализоваться, скажем так, работая с детьми, мастер-классы или помогая что-то перебирать. Ну, от, скажем так, руки никогда не бывают лишние. Лен, спасибо большое за то, что вы сегодня пришли в нашу студию, за то, что делаете такую важную действительно работу. Ну, скажем так, наверное, важнее ее делают там ребята, мы просто помогаем. Да, ну это тоже очень важно. Спасибо большое. Спасибо, что провели это время с нами. Хорошего вам вечера. И до встречи в эфире. Спасибо.